В давние-давние времена, когда людям было очень тяжело, не было бензопил, инструментов и так далее, людям было очень тяжело делать доски, точнее они их и не делали, а все строилось из бруса. Привет, друзья, меня зовут Лошкарев Андрей, это проект «Все по уму настройке». Я начинаю снимать цикл сюжетов, посвященных строительству фахверкового дома. Один из моих зрителей начал строить дом по этой технологии и пригласил меня за этим процессом понаблюдать. Сегодня у нас 6 августа, компания, которая здесь занимается строительством дома, заехала сюда уже давно, наверное месяца-полтора назад, потому что они делали фундамент и сейчас приступили непосредственно к сборке самого дома по технологии фахверк. Фундамент мне был не особо интересен, поэтому я сюда не ездил, ничего не снимал и вам не рассказывал об этом объекте. Ну а фахверк мне безумно интересен, я сам хочу заняться строительством таких домов, но сначала хочу во всем, во всей технологии разобраться и буквально день за днем увидеть монтаж этого дома, как они собираются, какие есть нюансы, посмотреть на чем могут закосячить рабочие, то есть что нужно контролировать, а что можно не контролировать. В общем, хочу изучить все аспекты строительства домов по технологии фахверк. И сегодня у нас первый съемочный день, ну а рабочий день не знаю. Значит, ребята сюда приехали, помазали антисептиком весь материал, я вам покажу его еще, ну материал, наверное, ну день. И сегодня вот они устанавливают нижнюю обвязку, наверное, второй рабочий день, так и назовем. Первый, дефис, второй, рабочий день строительства дома по технологии фахверк. Итак, друзья, обо всем по порядку. Участок у нас имеет размер 9 соток. Находится он в садоводстве, буквально, не знаю, в километре в двух от поселка Стрельня, а подъезд асфальтированный. Что мы видим? Построен фундамент, монолитная плита размером 8 на 10. И сегодня ребята делают обвязку, обвязку из бруса. Все работы здесь ведутся одной компанией. Владелец участка решил довериться одной компании, и поэтому и фундамент, и дом будет строить. Ну, фундамент уже построили одна компания. Да, помимо фундамента уже установлена биостанция. Вот она там, зелененькая, где ведро стоит. Коммуникации сделаны, то есть канализационные выходы сделаны и заведены уже в канализацию, в биостанцию. Я вижу косяк, вот с канализационной трубой сейчас спустимся, разглядим поближе. Какова предыстория строительства этого дома? Ребята жили в квартире, решили жить за городом, продали квартиру, сейчас живут на съемном жилье, и на эти деньги строят, купили участок и строят себе дом. Фактически это продолжение проекта из квартиры в свой дом. Кстати, тот каркасник достроен, ребята заселились в него. Бюджет, конечно, там сильно отличается от 3-х 200-3,5 миллиона, которые изначально планировались. Но, в общем, скорее всего, я сниму продолжение, покажу вам, что у ребят получилось, расспрошу их о бюджете. И за финале мы первые, первых, так сказать, переехавших из квартиры в свой дом. Ну, а вот здесь эти ребята, это вторые переехавшие, которые хотят переехать из квартиры в свой дом. Значит, изначально, что мне удалось выяснить по бюджету, у ребят есть 7 миллионов рублей, они за миллион 800 купили участок, осталось у них там 5-200, и за 5-200 вот что они построят, то построят. Но, с их слов, они построят практически полностью готовый дом, там, с какими-то недоделками по внутренней отделке. То есть, практически, там, дом, наружная отделка, коммуникации, все будет сделано, все будет работать, будет тепло, будет вода. Там, в большинстве, в большей части дома будет сделана отделка, и вот в это, вот, все это они хотят поместить, там, в 5-200. Какой у них дом будет? Вот такую фотографию мне прислали ребята. Дом практически полностью будет, все стены будут заполнены стеклом, некоторые стенки будут каркасные, но, вроде как, они говорят, что вот именно точно такой же дом они здесь и будут строить. Что такое дом по технологии фахверк? Фактически, фахверковый дом – это каркасник. Точнее, по-моему, каркасники, они выросли из фахверковых домов, из фахверковой технологии. Когда еще не было электроинструмента, и люди все делали, там, не знаю, топорами и ручными пилами, и очень проблематично было сделать доски, каркасные дома сделали из бруса. Понятно, что брус не нужно ставить через 60, его можно ставить через метр, через два, через три, и такой каркасный дом из бруса будет крепкий, надежный и устойчивый. Вот такие первые каркасные дома из бруса, как бы изначально и появились, вот они называются фахверк. Фахверк – это, по-моему, что-то там с немецкого, каркас или что-то типа того. Ну, посмотрите в Википедии. Вот таким вот образом выглядят комплектующие фахверкового дома. Это стойки, это вертикальные стойки. Здесь вот все вот под пленками, под этими, это все вот такие стойки. Короче, сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом они соединяются к горизонтальным, точно таким же брусам. И получается у нас такой пространственный каркас из толстого клееного бруса. Мы видим, что это, по сути, у нас клееный брус. Да, просто-напросто обычный клееный брус, только большой и толстый. И напиленный определенным образом, чтобы можно было из него собрать пространственный такой большой мощный каркас. Короче, в первый день ребята приехали. Вот они уже собираются, сейчас конец рабочего дня. В первый день приехали, помазали вот этот весь брус. Он почему-то с завода пришел вот просто в чистом виде. Они антисептированы. Помазали вот такой вот бесцветным, вот таким бесцветным антисептиком. Называется он VALTI ACHUZ компании TECURILA. Вот, вот этот каркас, вот этот брус, он уже весь помазанный. И на следующий день, ну не на следующий день, дня через три, наверное, на второй рабочий день ребята приехали и сегодня вот собрали нижнюю обвязку. Нижняя обвязка тоже у нас из клееного бруса. Вот, друзья, видите, ошибка в фундаменте. Канализационную трубу сделали очень близко к краю. И, ну, ребята сегодня ничего не исправляли, потому что не они фундамент делали. Они приехали монтировать каркас. И им нужно поставить обвязку. И они обвязку поставили прямо на канализационную трубу. Да, я думаю, что ребята, которые делали фундамент, промахнулись. Ну, вот здесь, наверное, сантиметров на 30, на 40. Моё мнение, что вот трубу так оставлять нельзя, потому что даже если здесь не будет стекло, стекла, вот в этом месте стекла, которое сюда просто не вставить, если будет сплошной кусок стены, то получается у нас дыра в стене будет промерзать. Короче, вот с этим косяком надо будет разобраться. Посмотрим, как ребята его исправят. Ну и как его монтировали? Как монтировали обвязку? Видим на выравнивающие брусочки. Интересно, что они будут под низ, под саму обвязку подсовывать, потому что сейчас она висит вот на этих вот брусочках. И просто его прикрутили, закрепили. Ну, пока не прикрутили, я вижу, что... А, он на саморезах. Прикрутили анкерами к фундаменту и закрутили саморезами. Всё, весь монтаж обвязочного бруса. Всё, сейчас где-то около шести часов вечера. Ребята собираются домой. Так, что тут ещё можно посмотреть, куда заглянуть? Давайте заглянем в дренажный колодец. Если кто не знает, что там, будет интересно посмотреть. Так. А там у нас ничего. Как вы видите, это просто... Просто воткнули в песок вот такой дренажный... Ну, называется смотровой дренажный колодец. Трубу, обрезок трубы, и там выходят дренажные трубы. И мы через эти колодцы можем провести инспекцию, посмотреть, работает ли у нас дренаж или нет. А также сюда падает всякий мусор, который мы можем убрать. Вот таким вот образом выглядят внутренности вот этих чёрных штук, которые торчат вокруг домов, просто воткнуты в песок. Вот они по четырём сторонам, с четырёх сторон... ...сделаны. Давайте закроем. Ну что, друзья, я тоже буду отсюда уматывать. Вот такой у нас получился первый сюжет. Знакомство с объектом. Посмотрели, увидели, как делается обвязка. Увидели составляющие элементов фахверкового дома. Дальше будет намного интереснее. Мне тоже с нетерпением жду, как будут возводить непосредственно сам каркас дома. Планировку и внешний вид дома, именно в виде проекта, я впущу в конце этого видео заставки. Посмотрите дом площадью 160 квадратных метров. С вами был Ашкарёв Андрей. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а а